В Кахе прошла церемония прощания с военнослужащим Джавидом Вагидогла Абдулаевым, ставший шахидом в отечественной войне. 20-летний житель села Гашикачай Джавид Абдулаев участвовал в боях на Физулинском направлении. Выяснилось, что военнослужащий, потерявший в середине октября связь с семьей, погиб. Тело шахида, обернутое в трехцветный флаг, накануне привезли в его родное село Гашикачай и похоронили на сельском кладбище. На похоронах присутствовали родственники шахида, руководство Кахского района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности. Отметим, что Джавид Абдулаев был призван из Кахского района в апреле 2019 года. В октябре этого года его должны были уволить из армии. Вечная память храбрым сынам, отдавшим жизнь за родину. Шахиды бессмертны, да упокоят Аллах их души. В ходе 44-дневной отечественной войны государственная пограничная служба мобилизовала все силы и средства для выполнения поставленных вами боевых задач, приняла активное участие в освобождении 132-километрового участка Азербайджана-Иранской государственной границы, ряда районов и города Шуша. Об этом, как передает канал 13, говорится в письме начальника государственной пограничной службы генерал-полковника Ильчина Гулиева, президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Ильчин Гулиева отмечает, что благодаря профессиональному применению беспилотных летательных аппаратов Хароп, Гузгун и Гермес, государственной пограничной службы, было обезврежено большое количество боевой техники, командных пунктов, управления и живой силой врага, уничтожено 290 вражеских целей. Подчеркнуто, что за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, из военнослужащих государственной пограничной службы 41 человек были удостоены звания Героя Отечественной войны, награждены орденами «Зефер» и «Карабах». От своего имени и от имени всех военнослужащих государственной пограничной службы выражаю вам признательность за это внимания и заботу об азербайджанских пограничниках, пишет Эль Чингулиев. В заключительной части письма отмечено, что азербайджанские пограничники гордятся тем, что служат родине, государству и президенту страны и в дальнейшем приложат все усилия для обеспечения безопасности и развития страны. Атаки армянских вооруженных сил, продолжавшиеся 27 сентября в течение более шести недель, унесли жизни десяти и ранили 16 азербайджанских школьников. Как передает канал 13, об этом сказал министр образования Эмин Амру Лайв в ходе выступления на онлайн-конференции, посвященной Международному дню прав человека. Министр отметил, что в ходе этих атак 54 учебных заведения подверглись различным разрушениям. Он также подчекнул, что принимаются меры для устранения причиненного ущерба. За прошедшие сутки российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности. Очищено 1,5 километра дорог, обнаружено и вывезено на специально оборудованный полигон для уничтожения взрывным методом 189 взрывоопасных предметов. Об этом, как передает канал 13, говорится в сообщении на официальном сайте российского ведомства. Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 гектаров местности, около 40 километров дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5000 взрывоопасных предметов. Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдер Нахчеван. Документ подписан между министерствами энергетики двух стран. Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией Сокар и турецкой компанией Ботаж. Выступая на церемонии, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что новый проект еще больше расширит и укрепит отношения между Азербайджаном и Турцией. Нахчеван в настоящее время получает газ в основном через Иран. Поставка азербайджанского газа через Турцию поможет Нахчевану удовлетворить свои потребности в газе. Надеюсь, что в скором времени азербайджанская госкомпания Сокар и турецкая компания Ботаж реализуют этот проект, сказал он. Как отметил министр, впереди еще много совместных проектов, которые будут реализованы Турцией и Азербайджаном. Государственная комиссия по делам военнопленных заложников и без вести пропавших лиц обнародовала список военнослужащих и гражданских лиц, освобожденных из армянского плена и заложничества. В результате мер приняты госкомиссии по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и доставленных В списке числятся Киримов Байрам Яшаруглы – военнослужащий, Мусаев Амин Аличуглы – военнослужащий, Гулиев Шахпад Жалалуглы – гражданское лицо, Аскеров Дельгам Гардашхануглы – гражданское лицо. В настоящее время указанные военнослужащие и гражданские лица проходят обследование и лечение. Главная повестка дня в мире – пандемия продолжается. Наши медицинские работники продолжают бороться с этим заболеванием. Как передает канал 13, об этом сказал на сегодняшнем брифинге оперативного штаба при кабинете министра в Азербайджане председатель правления Табиб Рамин Байрамлы. По его словам, врачи в течение 44 дней работали в условиях войны. Среди них есть врачи, которые стали шехидами. Говоря о процессе вакцинации, Байрамлы отметил, что благодаря вакцинам в мире предотвращены десятки опасных болезней. Без этих вакцин мир был бы более опасным. Первый способ предотвратить COVID-19 – найти лекарства от этой болезни. В настоящее время это невозможно. Другой путь – строгий карантинный метод, однако он обходится дорого. Наиболее верный вариант – вакцинация. Для этого ученые работают с первых дней болезни. Подготовка вакцин состоит из трех этапов. Вакцины очень важны. «Мы находимся в сложной ситуации в плане второй волны инфицирования. Суточное число инфицированных значительно увеличилось, но пока мы справляемся, хотя возможности системы взрывохранения не безграничны. Поэтому мы пытаемся осуществить вакцинацию», – подчеркнул Рамин Байрамлы. Согласно сообщению оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, в Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4273 новых случаев заражения коронавирусом. 4164 человека вылечились и были выписаны домой. За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат. Санкции США, введенные против Анкары за закупку российских систем зенитно-ракетного комплекса С-400, не скажутся на оборонпроме Турции. Как передает канал 13, об этом написал в твиттер глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. «Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды. Это никоим образом не помешает турецкой оборонной промышленности», – отметил Демир. Он также заверил, что Турция привержена цели по достижению полной независимости оборонной промышленности под руководством президента Таипа Эрдугана. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, введение санкций со стороны Вашингтона против Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 является проявлением пренебрежительного отношения к международному праву. Глава Медисламской республики Иран Жавад Зариф поделился в твиттер фотографией флагов Турции и Ирана, подчеркнув неприемлемость санкций в отношении Анкары в связи с закупкой российских С-400. Официально Тегерян решительно осуждает односторонные санкции США в отношении Турции, указал глава иранской дипломатии. Зариф отметил, что власти США вновь нарушили нормы международного права, демонстрируя стремление к языку санкций, а незаконности и праву. Для Ирана приоритетом остаются связи с соседними странами. Решительно осуждаем санкции США в отношении Анкары, поддерживаем народ и власти Турции, написал он в твиттер. Напомним, что США в понедельник, 14 декабря, приняли решение ввести санкции в отношении Турции из-за закупки российских систем С-400. В список санкций внесены Управление оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир и трое сотрудников – Мустафа Эль-Пер-Денис, Серхат Ген-Джугли и Фарук Егид. В гостепи США отметили, что санкциями против Управления оборонной промышленности запрещается выдача экспертных лицензий и разрешение на продукты и технологии США. Также любому международному финансовому учреждению запрещается выдавать кредиты из суда Управлению оборонной промышленности Турции на сумму более 10 миллионов долларов. Должностным лицам Управления оборонной промышленности Турции запрещается въезд в Соединенные Штаты. Субтитры создавал DimaTorzok